МОНЕТНЫЙ ДВОР МОНЕТНЫЙ ДВОР И делитесь со мной своей версией, своим решением. Но сюда могут звонить только взрослые люди, которым уже исполнилось 18 лет. Все подробности, правила программы можете почитать в бегущей строке, которая находится в самом низу экрана вашего телевизора. Но нам надо сосредоточиться на том, что находится здесь, справа от меня. Это мое задание. Это то, чем вам нужно справиться сейчас, чтобы стать богаче на 7 тысяч рублей. 7 тысяч за разминку. Потому что пока мы разминаемся, раскачиваемся перед другими заданиями посерьезнее и посложнее, которые нас ожидают в совсем-совсем скором, недалеком будущем. Как только мы разберемся с этой головоломкой, то будем двигаться дальше. Заданий много. И, соответственно, много победителей хочу я сегодня услышать. А сейчас пока что первого. И жду только пока первого участника. Кто же станет первой ласточкой? Кто же осмелится? Это позвонить сюда в программу и показать мне, на что способен продемонстрировать мне результат своих умственных рассуждений, размышлений. Не бойтесь, не стесняйтесь это делать. Не бойтесь ошибиться. Потому что если вы переставили одну спичку, и у вас в ответе получилось именно 9, то это означает, что вы достойны того, чтобы здесь оказаться и победить в этом задании. Кому же все-таки достанется конкретно лидерство, первенство в этой головоломке, я не знаю. Понятия не имею, все-таки это прямой эфир, тут ничего нельзя предугадать или предсказать. Все здесь происходит неожиданно. В любой момент времени, в любой момент шоу вы можете здесь оказаться. И не ждите удобных моментов. Их в моей программе не бывает, их тут не существует. Вам самим решать, когда здесь оказываться. Вот когда вам удобно, тогда и появляйтесь. Хотите сейчас, вы можете это сделать вот и сейчас. Можете, конечно, и подождать немножечко, но не думая, что это целесообразно. И деньги я уже приготовила, и деньги я уже готова вручить. 7 тысяч рублей здесь и сейчас ожидают своего законного владельца. А вы готовы победить? Вы готовы показать свои знания здесь в программе? Продемонстрировать мне свои таланты, способности, свою одаренность и стать богаче на 7 тысяч рублей. Если готовы, что ж, действуйте тогда. Все, что вам нужно, это лишь переставить одну единственную спичку. Вот в чем суть, смысл данного задания, данной головоломки. Одна спичка в левой части она находится, и как-то ее надо переместить. Причем, когда вы оказываетесь в прямом эфире, должна в подробностях рассказывать, вот, каким образом эта спичка была перемещена. То есть всю траекторию передвижения, весь ее путь описывайте мне. Начать с того, откуда вы эту спичку взяли, и что получилось из той составляющей. Ну и закончим на том, все-таки, куда вы спичку переставили, что получилось при этом. И я должна убедиться, что в ответе именно 9 у вас. Одна спичка белого цвета в левой части этого задания, и 7 тысяч рублей в от кармане. Главное, не откладываться на потом, потому что с этим заданием нам нужно разобраться очень быстро. Это лишь разминочная головоломка. У нас на нее времени немного, у нас на нее не часы, далеко нет. А на самом-то деле, небольшая толика от программы. Буквально самые первые мгновения, конечно же. Я хочу, чтобы мы в этот срок уложились, сэкономили время, и у нас осталось очень много времени на следующие задания, на следующие головоломки, которые, кстати говоря, будут достаточно сложными. Над этим заданием, естественно, тоже нужно подумать. Но здесь все не суперсложно, и в принципе, можно было уже справиться. Кто-то, если подумал и решил, в чем же здесь суть, что этот кто-то и должен стать богаче на 7 тысяч рублей. И если вы считаете, что вы достойны, тогда я жду именно вас. Здравствуйте, какое решение нашли? Вместо 7 делаем 0. Вместо 7 0. Ну, вы сейчас просто грубо подогнали под ответ. У вас действительно получилось в ответе 9, потому что 0 плюс 9 это 9. Но вам пришлось добавить 3 спички для этого. Все-таки это не решение. Решением являться не может, потому что в победном решении вам необходимо переставить одну спичку. И ни в коем случае не добавлять целых 3 штуки. Новые спички не могут появиться в этом задании. Просто такие тут правила. По всем правилам и условиям головоломки нельзя добавлять ничего нового. И нельзя выбрасывать ничего отсюда. Даже одна спичка не может покинуть пределы головоломки. Ни в коем случае этого не делайте. Только переставить одну спичку необходимо. Спичку белого цвета в левой части, а в ответе при этом получить 9. То есть из данного неравенства нам необходимо каким-то образом получить равенство. Нормальное, грамотное, правильное математическое уравнение, в котором обе части друг другу равняются. То есть вот этот вот знак равно должен обрести свою силу сейчас. Вы имеете силу, поскольку сейчас кажется, что он не в тему. Хотя, в общем-то, он как раз и правильный. И правильно та девятка, которая находится в правой части, и выделена желтым цветом. Вот желтые спички, я вас прошу не трогать, с ними все нормально, все в порядке, они занимают свои места. И одна какая-то белая спичка из белых спичек в левой части должна быть переставлена. И вопрос сейчас актуальный, который я вам задаю, этот актуальный вопрос, что мы состоим, так какая же именно спичка из белых спичек должна изменить место своего расположения? Должна переехать и куда? Откуда и куда она должна переехать? Ваше решение делить. Семерку на 9 давайте к меня. А, нет. Во-первых, вам это зачем? Вы семерку на 9 поменяли и тем самым только увеличили левую часть задания. Она у нас и так больше 7 плюс 9. Все-таки это явно больше, чем 9. У вас получилось 9 плюс 9. И извините, сколько спичек вам пришлось, опять же, добавить в это задание, для того, чтобы у вас получилась вместо семерки девятка. Раз, два, три спички. Вот вновь добавлены оказались три спички. Нет, нет и нет. Ни в коем случае так поступать не надо. Это нарушает правила задания. Если правила задания нарушаются, увы, деньги я не выплачиваю. Только за победное решение, только за победный ответ, который здесь существует в единственном экземпляре. Здесь немного победных решений, а в общем-то всего лишь одно. И я жду именно это решение от вас. Если вы знаете, каким образом должна быть перемещена эта самая спичка, из-за которой тут вся проблема-то, из-за которой этот пример выглядит как неравенна, делитесь. Ваше решение, говорите. Здесь девятку, но как-то нужно превратить в 2. Нет. И что значит как-то превратить в 2? 7 плюс 2, конечно же, в ответе вам даст именно 9. Но это опять грубое какое-то приближение левой части к ответу. Ответ не принимается ваш. Чтобы превратить девятку в двойку, это какое-то немеряное количество спичек надо переставить. А мне необходимо, чтобы вы переставили только одну. Именно за это я и предлагаю деньги. Только так и не иначе. Вы сможете заработать 7 тысяч рублей здесь и сейчас в моем шоу. Вот за это задание, за то, что вы переставите только одну спичку. За другие действия у меня деньги не предусмотрены. Ну там за выбрасывание спичек, добавление, что происходит в эфире. За переставление больше, чем одной спички. Ну нет у меня за это денег. Есть 7 тысяч рублей только за одну переставленную. Умно, причем грамотно переставленную белую спичку. И за эту спичку я готова вручить уже не 7, а 7 с половиной тысяч рублей. Ну почему нет в конце концов, а то что-то как-то за 7 не получается. Будь сможет, получится за большее количество денег. За 7 с половиной хочу уже слышать победный ответ. И если вы знаете, как же справиться с этой спичкой, как же с ней совладать и как же она должна быть переставлена, то я прошу вас незамедлительно оказаться в моем шоу, безотлагательно здесь появиться, показать себя, продемонстрировать свои знания. Ну и конечно же при этом пополнить свой бюджет, пополнить свой капитал на 7 с половиной тысяч рублей. Мы должны расправиться с этой разминочной головоломкой очень и очень скоро. Просто хочу, чтобы вы понимали, что мы не должны останавливаться только на этом задании. Не стоит нам тратить на него много времени и все наши силы. Нам все тут потребуется и время, и силы в будущем. Следующее, когда я вам представлю на ваш суд другие задания, очень сложные, серьезные, интересные и денежные. Но об этом, конечно же, попозже, только от вас зависит, когда мы справимся с этой головоломкой и перейдем к следующей. Все-таки именно вы контролируете ход этой программы с помощью своего мобильного телефона. И где бы вы ни находились, с любой точки страны вы можете сюда позвонить, только с мобильного телефона. Номер вы знаете, он указан внизу экрана, это 5 цифр 08258. 5 цифр, которые и отделяют вас от того, чтобы здесь оказаться. Вот этот самый прямой номер и нужно набрать для того, чтобы оказаться в моем шоу. Если вас интересуют эти деньги, если вы любите зарабатывать своим умом, если вы считаете, что это задание должно завершиться именно вашей победой. Что ж, я жду именно вас. И значит, именно вам я приготовила это денежное вознаграждение. 7500, ну, может быть, конечно же, это не бешеные деньги, но это вполне нормально за одну спичку вот в такого рода задании, в разминке. Что ж, кто же уже поразминался и сейчас покажет мне, на что он способен, покажет мне, продемонстрирует то, до чего он додумался. Итак, мне нужен сообразительный участник шоу, который ничего не побоялся, который не испугается, чего там, что бы там ни было, и не станет ничего ждать. Только такой способен победить в моей программе. Итак, кто им станет? Пока, конечно же, это неизвестно, в конце концов. Никто не в состоянии предсказать, кто и когда победит в моей программе. Все-таки вам решать. Если у вас рядом с вами находится мобильный телефон, то почему бы не попробовать? Все-таки попытка не пытка. Один-единственный телефонный звонок вас всегда приведет. И если вы все сделали по правилам, то именно вы победите в этом задании. Именно вы станете моим первым победителем и дадите мне возможность двигаться дальше, переходить к следующим головоломкам, к следующим заданиям. У меня их готово на сегодня очень много для вас. Здравствуйте. Какое решение у вас? Здравствуйте. С девятки нужно сделать пятерку. Нет. С девятки пятерку, в принципе, можно сделать, конечно же. Но это не совсем полный ответ, поскольку непонятно, куда же делать спичку, которую вы взяли с девятки. То есть вот взяли вы ее с девятки, я поняла. Я поняла, что там получилось. Но хотя нет, тоже несколько вариантов. Разные спички можно взять с девятки, какую именно вы взяли. Ответ не принимается, он не полный, не уточненный. Как-то размыто все. Я за вас загадываться не собираюсь. И за вас доводить до ума вашу версию тоже не буду. Мне требуется ответ полный. Во всех подробностях, в красках рассказывайте мне, что же вы со спичкой такое сделали, сотворили. И попробуйте еще. Ну, не получилось в первый раз. Может быть, не были уверены в своем ответе. В конце концов, здравствуйте, какое решение у вас? Надо убрать семерку. Нет. Убрать семерку. Ну, если вы уберете семерку, конечно же, получится. Девять равно девять. Ну, неужели вы думаете, что я именно такое равенство жду? Что именно такое уравнение мне хочется слышать от вас? А нет. В левой части задание «Количество символов». Уменьшаться не может. Там не может стать меньше их попросту. Там одна спичка перемещается, но все равно символов остается три. Вы можете переставить спичку с одного символа на другой, но не выбрасывать ни в коем случае цифры целиком. Это же какое количество спичек, получается, вы выкинули. Ответ не принимается. Попробуйте другой какой-то вариант проверить в эфире. Ну, вы очень стараетесь, и, в общем-то, у вас получается равенство. Конечно же, не совсем так, как надо, не совсем нужным путем и способом, но вы, по крайней мере, понимаете, какие тут условия. Дело в том, что тут два условия, и их необходимо соблюдать одновременно. Оба эти условия нужно соблюдать в одно и то же время. То есть, с одной стороны одну спичку переставить, и вместе с тем, с другой стороны, должно получиться равенство. Вот после этого самого действия. То есть, как-то нужно умудриться все это включить в один ответ. Попробуйте. Не все суперсложно. Есть над чем подумать, конечно же. Все-таки это логическая математика, и думать надо. Но у меня есть для вас задание, и посложнее. Здравствуйте. Какое решение нашли вы? Здравствуйте. Семь на пять изменить. Нет. Что значит семь на пять изменить? Скажите мне, пожалуйста. Заменить одну цифру другой? Переставить одну спичку и добавить еще две спички? Вот что сделали вы. Это я просто в пересчете на спичке вам объясняю. Просто заменить одну цифру другой. Мы не можем. Так нельзя. Это не по правилам данного задания. Правила надо соблюдать. Тот, кто правила нарушает в моем шоу, тот не становится богаче. Тот не может стать победителем. Ладно, я жду другой версии, я жду другого варианта. Но все-таки задание-то разминочное. Здравствуйте, ваше решение. Здравствуйте. Мы из единицы на девятку поставим спичку и сделаем один плюс восемь равно девять. Ну, абсолютно правильно. Конечно же, поверное решение. Как вас зовут? Борис. А откуда вы Борис? В городе Сергеев-Посад. К вам и отправляется семь с половиной тысяч рублей. Ну что ж, первое задание решено. С разминкой справились, переходим к другому заданию. И задание номер два уже на вашем экране появляется. Ну что ж, восемь тысяч рублей тому, кто справится уже с данным неравенством. Ну, это тоже неравенство. Мы продолжаем все в ключе логической математики. Но это уже более сложное задание. Ну, и поскольку более сложное, ну, вы сами видите, и спичек больше, и сывор, и символов, и знаков. Все увеличилось. Ну, поэтому увеличилась, соответственно, и денежная сумма. Восемь тысяч рублей уже достанутся моему второму победителю. Если вы ждали серьезного задания, над которым нужно поломать свою умную голову, вы его дождались. Вот перед вами эта самая головоломка, в которой я жду своего второго победителя. Что ж, вы можете по-прежнему стать лидером, но уже в новом задании, потому что разминка осталась позади. Больше разминочных и несложных заданий у нас не предвидится. Сейчас на экране то, что есть. И это все непросто. Давайте посмотрим. 4 плюс 0 плюс 98. В ответе 50. Ну, понятно, что левая часть заданий сейчас, ну, практически, да, на самом деле, в два раза больше, чем правая часть. Нам же надо получить, в свою очередь, равенство. Нам нужно получить уравнение. Думайте, как это сделать. Каким образом все-таки в левой части заданий необходимо переместить одну спичку? Потому что все те же самые правила. Да, задание уже другое, головоломка уже несколько другая. Иначе выглядят другие цифры числа и знаки. Но правила все те же самые. Правила такие же абсолютно, что и в предыдущем задании. В предыдущем мы справились. Надеюсь, что и эта головоломка тоже не вызовет у вас каких-то непреодолимых трудностей. Да, потруднее, конечно же, посложнее, уже не разминка. Но все все равно решаемо, все выполнимо. И я знаю, что вы справитесь и с этим воистину непростым заданием. В конце концов, вы всегда справляетесь со всеми головоломками, которые я вам предлагаю. Вы всегда и везде находите победное решение. Всегда победитель у меня появляется. Пусть иногда приходится его ждать подольше. Ну что ж, я готова. В конце концов, я понимаю, что сложно и время требуется необходимо. Дослушаю ваше решение. Если 4 на 5 поменять. А что будет, если 4 на 5 поменять? Будет 5 плюс 0 плюс 98. Вы что-то даже, по-моему, увеличили левую часть задания, вместо того, чтобы ее сократить. Ее в 2 раза меньше надо сделать. Ответ не принимается, думайте еще. Какая-то другая спичка должна быть приставлена. И вот чтобы 4 превратить в 5, ну, все-таки не одну спичку надо переставить. А большее количество. Поэтому, именно поэтому ответ не принимается. Потому что вы, А, не получили равенства. Б, задействовали не одну спичку. Я жду. Есть у кого другие варианты? Кто не хочет 4 превратить в пятерку, а кто хочет действовать другим образом, логичным способом? Логично старайтесь думать. Логическое решение ищите. Оно существует здесь, в этом задании. Пусть, конечно же, оно в глаза не лезет. Оно такое вот неочевидное и неприметное, это решение. Конечно же, нужно его разыскивать. Ну вот, я время вам даю, я вас никуда не гоню, не тороплю. Думайте. Слушаю ваше решение. Я хочу 9 изменить на 6. 9 на 6. Что значит изменить? Мы можем переставить спичку в девятки, и вместо девятки получится шестерка. Однако, 4 плюс 0 плюс 68, но это тоже не 50. У вас тоже не получилось равенство, вы тоже не добились уравнения. Ну, раз уравнение не получилось, то даже если одна спичка была переставлена, я деньги оставляю в эфире. Но тому, кто получит все-таки уравнение, грамотно переставит спичку, я готова вручить. Уже 9 тысяч рублей. 9 тысяч уже на ходе в программе. Я не собираюсь мелочиться, друзья. Прекрасно понимаю, насколько все трудно. Я на вашей стороне. И я хочу, чтобы победитель мой второй появился здесь как можно быстрее. Чтобы он победил в скорейшем времени. Потому что большие планы на сегодня, много заданий я принесла для вас. И надеюсь, что мы все эти задания рассмотрим сегодня. Постараемся, по крайней мере, это и сделать. Давайте не будем останавливаться на чем-то одном. И тратить все время, силы на что-то одно. Но будем немножечко более дальновидны, что ли. И заботиться будем о будущем. Сейчас на экране это задание. И с ним нам тоже желательно справиться побыстрее. Ну, вам решать, конечно же, как все это быстро будет происходить. Я просто даю вам рекомендацию, что лучше делать все быстро. Ну, вы, конечно же, можете подождать чего-то, не зная, правда, чего ждать. В моем шоу нужно появляться, как только вы нашли победное решение. Не откладывать на потом. Потому что пока вы будете ждать, кто-то не станет ждать. Кто-то будет действовать. И, соответственно, победит тот, кто будет действовать, а не ждать. Мне кажется, это вполне справедливо и логично. Потому что победу-то свою надо заслужить, деньги-то надо заработать. А для того, чтобы деньги заработать, нужно что-то делать, предпринимать. И вообще стараться любой ценой победить. Все зависит от вас. Помните, что судьба этого задания, судьба этих денег целиком и полностью зависит от вас. Если вы хотите победить в этой головоломке, если именно вы хотите стать моим вторым победителем и заработать 9 тысяч рублей в моем шоу, то вам нужно быть активным. Я жду активного, успешного телезрителя. Задание очень сложное. Все-таки это не разминка. Разминка осталась позади, мы с ней разобрались очень быстро. Вы же не думали, что у меня все задания сегодня разминочные? Мы пришли на другую ступень сложности. Я повысила сложности. Тогда для вас здравствуйте. Ваше решение. Здравствуйте. Значит, надо эту спичку взять с пятерки и поставить на девятку. Нет. На девятку можно спичку поставить, но с пятерки... Во-первых, из самой пятерки что получается? Во-вторых, сама пятерка у нас так-то в ответе находится. Зачем вам трогать ответ? Зачем вам изменять то, что правильно? Ведь число 50 правильное. Это то, что должно у нас получиться. Это то, что должно быть правой частью. Все, ни других чисел там быть не может. Другие цифры, числа, знаки в ответе, кроме 50, меня не интересуют. Я не хочу, чтобы там что-то появлялось другое. Вообще оставьте в покое целиком и полностью всю правую часть. Так вы обратите внимание, даже специально желтого цвета. Вы не думайте, что это просто так сделано. Эти спички выкрашены в желтый цвет специально для того, чтобы вы понимали, какие конкретно спички лучше оставить в неприкосновенности. Работать надо только с белыми спичками. И все они у нас в левой части. Что у нас там есть? Четверка. Знак плюс. Ноль. Еще один знак плюс. Девятка и восьмерка. Четыре цифры. Два знака. Два знака. Два знака. Думайте, друзья мои. Я продолжаю вас ждать. тем временем вы должны понимать что с этим заданием нам нужно тоже быстро забраться несмотря на сложность несмотря на трудность несмотря на то что это воистину непростое задание тем не менее тут есть решение и его реально найти если вы не будете ждать если вы не будете откладывать на потом если вы не будете сдаваться массовать трудно да и самое легкое это сдаться легче всего сказать себе я не смогу я недостаточно сообразителен для этого легче всего конечно же гораздо сложнее взять и сделать но помните что за это вас ждет вознаграждение вы делаете не просто так не просто так боретесь с собой своей ленью может быть не просто так превозмогайте какие-то свои сомнения вы делаете это за материально и очень приличное вознаграждение все-таки 9000 за одну переставленную спичку она того стоит ваше решение вы в эфире здравствуйте из восьмерки можно сделать шестерку можно истину говорите ваша правда но куда вы дели спичку который вы взяли с восьмерки хорошо я поняла что у вас стало начальным пунктом а с конечным пунктом что куда спичка переехала она должна была переехать а не должна была уехать вообще в освоясь и куда-то подальше она вас вроде как покинула это задание но если вы ее переставили то об этом нужно было мне сказать ответ не принимается я очень сожалею но мне остается только ждать следующего участника с другим каким-то вариантом кто как-то все таки иначе действовал как-то иначе логично думал логическая математика это нужно разбираться математики но вместе с тем вместе с тем нужно обладать не сгибаемой логикой должно быть выстроено по логике вещей я жду от вас равенство я жду когда вы приравняете левую часть задания к правой в левой части тоже должно получиться 50 соответственно левую часть сейчас надо в два раза уменьшить но не разделить ее на два а действовать более умно что ли более хитро и тонко одну какую-то спичку переставить который при этом в ответе даст вам 50 кто уже быть может нашел эту спичку не знаю насколько целесообразно это спрашивать я надеюсь что кто-то уже нашел может быть вам еще нужно время подумать у вас есть время ведь я не тороплю вас никуда никаких таймеров не ставлю более того тому кто назовет не прямо сейчас правильный ответ я готов вручить уже 10 тысяч рублей сразу на тысячу больше 10 тысяч правильное решение она есть это правильное решение нужно искать конечно же в глаза но не бросать не лежит на поверхности может быть надо покопаться поглубже зарытного эти спички вникнуть и проанализировать каждую составляющую в отдельности каждый символ обдумать отдельно взятый может быть стоит так может быть не стоит концентрироваться на чем-то одном и быть может попытаться взаимно что-то изменить варианты могут быть разные спичка по разному может быть перемещена и действительно вариантов здесь немало но вот какой же из них победный вариант тот самый когда в ответе получается 50 этот вариант и является победным этот вариант и стоит денег на этот вариант я и готова предложите предлагаю вам 10 тысяч рублей уже кругленькую неплохую денежную сумму ваше решение делить нужно восьмерку и четверку изменить на нули восьмерку и четверку на нули а вы не слишком ли много действий совершили то есть вы восьмерку изменили на ноль это уже одна спичка который видимо прилетела на четверку но так там же еще и на четверке нужно спичку переставить здравствуйте ваше решение ну вот те раз кто-то вообще чего-то испугался и даже повесил трубку не бойтесь ничего ваше решение вы в эфире надо из четырех сделать 3 из 4 3 нет а как как вы это видите вот я не пойму если честно не возьму стол одна спичка у вас переместилась там но ведь нужно еще одну спичку добавить поймите полноценной тройки не будет если вы переместите всего лишь одну спичку на четверку на четверке на еще одна дополнительная спичка а у нас их нет запасе нам их нет 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 взять достать и добавить в это задание речь только об одной переставленной спички только за одну переставленную спичку и в ответе 50 я предлагаю здесь деньги за все остальное я предлагаю и сообщать такие версии смысла нет они ничего вам не дадут просто это быть просто зря потраченный телефонный звонок если уж вы звоните то звоните с обдуманным решением которые я здесь и жду не стоит делиться со мной версиями заведомо неправильными которые ведут вас только в тупик я продолжаю ждать своего победителя я прекрасно знаю что это задание сложная с ним не справится каждый но я прекрасно понимаю что с ним можно справиться и более того мне каждый не нужен зачем каждый не сможет победить в этом задании победит лишь один самый самый умный внимательный лучший телезритель если мне нужно еще какое-то время подождать чтобы этого телезрителя услышать я готова подождать только время тратьте пожалуйста рационально с умом не растрачивайте его попусту зря не тратьте драгоценные секунды и минуты программы должны помнить что у меня для вас много заданий сегодня приготовлено и останавливаться только на одном не совсем правильно совсем я хочу сегодня слышать много победителей много и так как же переставить спичку в этом задании как же ее переместить чтобы получилось из неравенства равенство чтобы данный пример выглядел логично красиво стройно ваше решение слушаю вас нужно взять спичку из пятерки и переставить на четверку ответ не принят у вас что получится из четверки когда вы туда спичку сайт какое место на четверку вы хотите поставить спичку чтобы у вас получилась цифра хорошо ладно из пятерки вы что намереваетесь получить взять с нее спичку и зачем вы вообще взяли спичку из ответа мы не можем смешивать цвета спичек и ставить желтую на белые а белые белую на желтые мы не можем этого делать там между частями этого задания есть граница которую нельзя пересекать вот между знаком равно и восьмеркой проведите такую незримую линию и работайте только с левой частью задания лево которое то что справа то что желтого цвета это то всем не надо работать это правильная часть которая должна остаться в сохранности неизменности ваше решение вы в эфире из восьмерки надо сделать 0 из восьмерки 0 можно сделать конечно же но вот вопрос в том надо ли это делать ведь 4 плюс 0 плюс 90 будет 94 но 94 не равно 50 значит у вас получилось неравенство да и куда делать это спичка который вы взяли с восьмерки то видите в чем была ваша ошибка вы выбросили спичку из задания и не получили уравнения ответ не принят еще одна ошибка но я надеюсь поток ошибок прекратится и достаточно скоро я рассчитываю что он прекратится потому что мы действительно не можем останавливаться только на этом задании никто не спорит что она сложная естественно над ним нужно подумать и что нужно прикладывать усилия усердствовать чтобы с ним разобраться это вполне нормально это вполне естественно за что же тогда я предлагаю вам деньги 10 тысяч рублей за что вы стараетесь на ваш рвение ваше решение здравствуйте здесь девятка лишняя убейте ее кто вам сказал что девятка лишняя нет ничего лишнее в этом задании абсолютно ничего даже одной спички даже половины лишней спички нет а вы говорите целая девятка лишняя как это вообще и даже если бы девятка была бы лишней давайте представим что она лишней выкинем ее 4 плюс 0 плюс 8 левая часть задания у вас сейчас меньше правой а они должны быть равны и нам же равенство надо получить я не понимаешь как-то неясно непонятно выражаясь я стараюсь объяснять все в подробности стараюсь ничего от вас не утаивать я говорю как есть прямо линейно чистосердечно откровенно и более чем подробно если вы действительно будете держать ушки на макушке и слушать то что я пытаюсь до вас донести все поймете вы все поймете и это задание будет решено так что пожалуйста повнимательнее вас очень прошу я понимаю сложно сосредоточиться уже как-то дело близится к вечеру и все-таки пятничный вечер у кого-то уже началось веселье и отмечание выходных дней наверняка устали за эту длинную трудовую неделю но надо собраться все-таки надо все-таки сосредоточиться нельзя сейчас ни в коем случае расслабляться ведь речь о 10 тысяч 10 тысяч могу стать вашими прямо сейчас в это самое мгновение не замедлите но если вы в это самое мгновение скажите ваше решение я слушаю с восьмерки на четверку переставить нет с восьмерки на четверку думайте друзья мои нет что у вас получилось из четверки хромая лошадь я продолжаю ждать даю вам подумать несколько секунд ну что друзья мои подумали я ведь даже не отвлекала вас молчала здравствуйте ваш ответ ответ не принимается слушайте но нельзя поставить пичку на четверку и взять пичку с четверки просто с какими-то цифрами это можно проделать ну правда какой-то цифры можно взять на какую-то цифру можно поставить пичку но есть такие цифры где уж тут этого делать нельзя нормальный получше бред тому кто назовет мне победное решение я готова вручить уже 10 половиной тысяч рублей предлагаю побольше денег потому что я вижу что вы очень сильно стараетесь и действительно хотите заработать я на вашей стороне почему бы не предложить побольше у меня есть деньги я пришла сегодня сюда совершенно даже не с пустыми руками принесла достаточно много вообще много заданий интересных сложных и денежных поэтому если вам нужно побольше денег здесь не вопрос 10 с половиной тысяч рублей уже за победный вариант ну что продолжайте думать продолжайте думать над той самой пичкой которая должна быть переставлена она у нас в левой части задания и что при этом изменяется быть может стоит поработать четвертой быть может стоит поработать со знаком плюс или с нулем или со вторым знаком Или с девяткой, или с восьмёркой. Но помните, что у нас должно получиться в ответе. В ответе должно быть и только лишь это круглое дозначное число. 50. Меня не интересуют другие какие-то числа в ответе. Меня не интересуют там 100, 200, 30 или что-то ещё. Только 50. Вот и всё, что должно находиться в ответе. Ваше решение. Делитесь. Восемь, меняем на пять. Что значит меняем? Нет. Чтобы заменить восемь на пять, для этого вам нужно задействовать две спички. Куда вообще эти две спички делись? Я не знаю. Я знать не хочу. Я о чём говорила, что совершить надо только одно действие. Требуется совершить всего лишь одно действие. Перестановку белой спички в левой части задания. В ответе при этом нужно получить 50. Вот. Вам даны конкретные инструкции. И соответствовать этим инструкциям жизненно важно. Иначе просто не удастся заработать, если эти все ценные указания... Слушаю ваше решение. Делитесь. Спичку с плюса надо на четвёрку переставить, чтобы девять получили. Нет, у вас не получится. Из четвёрки девять. Одной спичкой. Для этого две нужны спички. Одну вы переставили с плюса. Вторую вам, наверное, пришлось откуда-то добавить. Ну откуда? Откуда? У нас нет спичек. Вы видите, тут куча спичек валяется. Свободных, которые можно туда добавлять без наказанного. Я, конечно же, никого не наказываю. Мы не в школе, я не учительница математики. Я предлагаю вам подумать логически. Ваше решение. Говорите. Спичку с восьмёрки переносим на пять. Ну хорошо, с восьмёрки. С восьмёрки можно, ладно. Но на пять перенести. Пять в ответе. Кто вам разрешил в ответ лезть? И что у вас получилось? Четыре плюс ноль плюс девяносто что? Потому что там разные спички можно взять. Ну тоже непонятно. Но ответ-то неполный. Вы разве сами этого не видите? Или я должна объяснять такие вещи? Я согласна, что задание непростое. Не элементарно всё. Безусловно, нужно поработать своей головой. Но ведь вы за это и деньги зарабатываете. За десять с половиной тысяч рублей, мне кажется, стоит поднапрячь сейчас свои извилины. Как бы ни было сложно, как бы ни было трудно. Пусть даже сегодня и пятница. Конец рабочей недели. Наверняка вы утомились, устали за это время. Но я надеюсь, что не притрудились, и что осталось ещё немножечко сил. И что-то в голове ещё есть. И вы готовы мне это продемонстрировать? Вы готовы мне это показать? Я жду правильного ответа уже сейчас. Не потом, не через несколько мгновений. Не через минуту, не через две. Я уже сейчас жду победный ответ, победное решение. Потому что я знаю, что оно уже есть у кого-то. Потому что я знаю, что кто-то подумал. Что кто-то посоображал. И что кто-то понял. И если есть этот кто-то, то это значит, что не всё потеряно. Что ещё не вечер. Что мой победитель здесь обязательно появится. Если есть кто-то, кто понял, это значит, что победа кому-то достанется. Не всем, естественно. Все не смогут победить. Но один победит точно. Я это знаю. Один победитель в этом задании будет сто процентов. Но кто станет этим человеком? Решайте только вы. Решать лишь вам. За вас никто решать ничего не станет. Ваше финансовое благополучие, ваш достаток зависит лишь от вас сейчас. Всё в ваших руках, всё в вашей власти. Вы командуете ходом всей этой программы. Когда оказываться здесь? Когда побеждать? Всё это подвластно лишь вам. А я просто жду. Я просто жду здесь покойника победного решения. Алло, слушаю ваше решение. Четвёрку на ноль давайте изменим. Нет. Вы не можете изменить четвёрку на ноль одной спичкой. Вы не можете этого сделать. Для этого вы переставили одну спичку и добавили две. Но тому, кто зовёт мне грамотное решение, я вручу уже 11 тысяч рублей за одно логичное действие. За одну переставленную спичку в левой части и в ответе 50. Вот за оба этих условия, которые будут соблюдены в одно и то же время. Сразу же одним махом. Вот за это. 11 тысяч уже. Что ж, кто же готов становиться богаче? Кто станет вторым моим победителем? Кто одержит победу в этой головоломке? Взойдёт на вершину. Взойдёт на пьедестал подсчёта. Кто? Только достойный, только самый, самый умный, толковый, вдумчивый телезритель. Я знаю, что есть такие. Я знаю, что есть. Я прекрасно это знаю. Вы только, может быть, пока нерешительны. Вы, может быть, пока сняетесь с чего-то. Сомневаетесь в чём-то. Ждёте удобных моментов. Нет удобных моментов в моей программе. Их нет, их не существует. Вы сами решайте сюда звонить. И стесняться, сомневаться не в чем. И бояться нечего. Это сложное задание. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому не бойтесь ошибок. Ведь если вы проверили своё решение, если вы, быть может, пересчитали на калькуляторе, если вы переставили одну спичку и в ответе получилось 50, то у вас правильное решение. И только и остаётся, что это решение донести до меня. Я хочу услышать. Я хочу вручить вам за него деньги. Я пришла сюда не просто стоять здесь. Ваше решение делитесь. Девушка, надо из девятки сделать восьмёрку. И взять для этого спичку с плюсом. Из девятки восьмёрку. Нет. У вас получилось 4 плюс 0 минус 88. Вы что-то перестарались. Вы, конечно же, попытались уменьшить левую часть, но вы уменьшили её аж до того, что она стала меньше 0. Ну, я не могу принять такой ответ. Мне не нужно, чтобы вы совершали какое-то бестолковое действие. Надо обдумывать твоё действие. Оно должно быть логичным. Оно должно быть продуманным. Это должно быть действие, которое приведёт вас к ответу 50. Которое приведёт вас к уравнению. Должно быть совершено именно такое действие. Именно такое действие стоит денег. Именно за такое действие я готова вручить вам 11 тысяч рублей. И я жду того, кто это действие совершит. Я жду того, кто мне об этом действии расскажет подробно во всех, во всех красках. Я жду этого решения. Здесь и сейчас. Это прямой эфир. Всё происходит тут в реальном времени. И когда конкретно здесь оказаться, решать вам. Поступайте, как знаете. Я просто предлагаю. Я здесь для того, чтобы сделать вам предложение. Если вам интересно это предложение, если вы считаете его любопытным, то почему бы не попробовать? Почему бы и не попытаться? Если вы стараетесь, вы достойны вознаграждения. Всё получится. Верьте только в себя, в свои силы и способности. И ничего страшного, если сразу же всё не удалось. С первого раза. Если была ошибка, вы можете свою ошибку исправить. Количество ваших появлений в программе никто не ограничивает. Никто. Главное не останавливаться на достигнутом, потому что мы ещё ничего не достигли. Ваше решение. Слушай. Мы берём спичку с восьмёрки и переставляем её на девятку. Нет. С восьмёрки на девятку. Какую спичку с восьмёрки? Ну, а что получилось из восьмёрки? Ну, разные же могут получиться цифры. Ответ опять неполный, неконкретный, неточный. Вот не уточняйте вы, как-то размыться, что ли, изъясняйте. Уклончиво как-то. Неужели вы думаете, что я за вас буду договаривать и доделывать, и додумывать ваше решение? Нет. Я не стану этого делать. Я на вашей стороне, но после вашего ответа у меня должны возникать вопросы. Я должна быть уверена, что ваш ответ был правильным, что это то самое, что я хочу слышать. Пока я не уверена, пока я не слышала ничего подобного, пока я всё ещё в ожидании, в ожидании своего победителя под номером два. Если вы готовы им стать, если вы готовы становиться богаче, если вы готовы зарабатывать своим умом, то надо хватать быка за рога скорее. Пока есть время, пока ещё никто не справился с этим заданием. Место второго победителя всё ещё свободно. Ведь место второго победителя шоу всё ещё вакантно. И ещё никто, никто не победил в этом задании. Почему бы вам этого не сделать? Если вы уже справились с этой задачей, то вам стоит только набрать короткий номер шоу. 08258. И стать богаче уже на 11,5 тысяч рублей. На глазах у всей страны, на глазах у всех тех, кто смотрит сейчас моё шоу. Если вы знаете решение, время побеждать настало. Я предлагаю уже 11,5 тысяч. Покажите сейчас всем пример, как должен действовать настоящий лидер. Как всё это должно выглядеть. Я жду. Я жду самого-самого. Нужен лучший, я на меньший не согласна. Если вам интересно, это денежная сумма. Если вы хотите, чтобы всё случилось в вашу пользу, вам ни в коем случае нельзя откладывать свою победу на потом. Потому что никому неизвестно, что случится потом. У меня много заданий для вас. Я жду своего победителя с секунды на секунду. И от каждого участника программы я ожидаю правильного ответа. Потому что каждый участник программы, он потенциальный победитель. Но не каждый становится им в реальности. Пока в эфире звучат одни ошибки. Пока одни промахи, промашки, оплошности, недочёты какие-то. Всё ещё просчитываются участники. Не на те спички мне указывают. Равенство не получается. Или нарушают правила. Но результат всё тот же. Победитель всё ещё не оказывается тут. Кому достанется победа? Решать только вам. Победа достанется лучшему. Я это знаю. Потому что это происходит всегда. Ваше решение. Слушаю, делитесь. Давайте сделаем из 9 и 5. Нет. Куда делась спичка? Вот взяли вы спичку из девятки. Куда дели? Выбрасывать нельзя спичку. Вы должны были куда-то переставить. Куда переставили? Если переставили. А если выбросили 4 плюс 0 плюс 58, это всё-таки больше 50. А мне не надо, чтобы было больше 50. Мне надо, чтобы было равно 50. Я не хочу слышать ориентировочных, приблизительных, каких-то на глазок ответов. Всё должно быть точно. Всё-таки перед вами математический пример. Это пусть и логическая, но математика. Поэтому я жду от вас точное уравнение. Идеальное. Вот точнейшее. И левая часть должна быть равна правой части. 50 нам должно быть. Здравствуйте. Какое решение? У вас до чего додумались? Алло. Ну, может быть, из 8 сделаем единицу? Может быть, да не может быть. В данном случае нельзя так делать. И вообще, в подобного рода заданиях, всё, что можно совершать, это только одно действие. Вот разрешённое действие, оно одно. И это лишь перемещение спичек. Вот это разрешается. Вот это можно делать. Остальное под запретом, причём под строжайшим запретом. И при нарушении этого запрета, ну, попросту, попросту, я не вручаю денег. Увы, правила надо знать. И более того, их надо соблюдать. Неужели вечер пятницы вас не приличает такая возможность заработать быстро за один телефонный звонок 11,5 тысяч рублей и достойно провести выходные? Для этого вам не нужно никуда ехать. Нужно вообще выходить из своего дома. Для этого вам нужно только напрячь свой мозг и совершить один шаг навстречу своего успеха. Успех сам не придёт. Успех не приходит к тем, кто ждёт чего-то на одном месте, ждёт второго происшествия. Успех приходит к тем, кто действует и действует активно. Нужен активный, успешный телезритель. По определению победитель в душе, настоящий, подлинный победитель. Вы готовы стать этим человеком? Вы готовы заработать 11,5 тысяч рублей здесь и сейчас в прямом эфире моего шоу? Тогда я жду именно вас. Тогда именно для вас я приготовила эти деньги. Именно с вами мне хочется пообщаться. Есть всего лишь одно решение в этой задаче. Оно хитрое. Его не просто отыскать, но всё реально. Вообще я никогда не предлагала вам ни выполнимых, ни решаемых задач. Я не буду предлагать, в конце концов. Я всегда предлагаю вам задачи с решением. Просто иногда это решение очень трудно находится. Иногда приходится очень глубоко копать, чтобы это решение до него докопаться. Но за то, что вы стараетесь тратить своё время личное, я и предлагаю вам эти деньги. 11,5 тысяч рублей. Ваше решение. Вы в эфире. Давайте спичку со знака плюс поставим на восьмёрку. Нет. Куда на восьмёрку-то вы хотите спичку поставить? Куда на восьмёрку? Вы что, вы видите, там свободное место? Куда эту спичку приладить? Я не вижу там места. Ответ не принят. Думайте ещё. Думайте ещё. Время есть у нас. Но, если честно, то, что было уже очень много на это задание, время заканчивается. Нам просто пора приходить в следующих головоломках. И просто пора двигаться дальше. И к следующему заданию уже перейти. Я знаю. Я знаю, как всё непросто. Я знаю, чтобы... Я вижу, что вы очень стараетесь, чтобы заработать эти деньги. Я это чувствую. Мы совсем близки. Мы действительно близки к тому, чтобы здесь появился победитель. К этому самому моменту. Ваше решение, слушай. Из восьмёрки четвёрку сделать. Ну, что значит делать? Из восьмёрки четвёрку. Как вы это себе представляете? Одной спичкой как это можно провернуть? Это нельзя провернуть. Возможно. Для этого вам нужно выбросить три спички из задания. И скажите мне, вы сильно при этом уменьшили левую часть? Несущественно вы уменьшили. Да, уменьшили. Как я и прошу. Но несущественно. Её надо уменьшить в два раза. Там получается больше сотни в левой части. А нам надо, чтобы было 50, а не больше сотни. И ровно 50. Точно, вот чётко. 50. Никаких других чисел, цифр, ничего другого. 50 справа, 50 слева. И точка. Кто сообразил? Кто додумался? Есть один. Хотя бы один такой человек. Мне больше не надо, в общем-то. Не будет 10-20 победителей. Это будет только один. Деньги достанутся самому-самому. Это вознаграждение 11,5 тысяч рублей приберёт к рукам только один человек. Место, место моего второго победителя всё ещё по-прежнему никем не занято. Место, почётное место второго победителя программы, который заслуженно заработает 11,5 тысяч рублей. Ну что, что будем делать? У нас действительно со временем, которое осталось на этом задании, очень всё плохо обстоит. И если есть у вас вариант, который вы хотите со мной поделиться, то прямо сейчас незамедлительно оказываетесь в программе «Время побеждать», друзья мои. И самое время побеждать, самое время становиться богаче на своих знаниях. Использовать то, что у вас накоплено в голове. Использовать всё это. Эти познания в математике, эту логику. Всё это в комплексе использовать. И добиться правильного решения. Добиться результата. Ну давайте уже добьёмся результата в конце концов. Долго мы будем ещё справляться с этим заданием? У нас так времени на следующее задание не останется. Это не должно стать последним заданием. Не должно на нём остановиться. Ни в коем случае. Есть ещё и другие головоломки, которые тоже требуют нашего внимания. Которые тоже требуют наших сил. А мы сейчас тратим всё, что у нас есть, только на эту головоломку. Это неправильно. Мне нужен мой второй победитель. Так где он? Я пока его не слышу. Я пока слышу одни ошибки в эфире. Всё больше и больше. Количество множится. Удваивается, утраивается. И кто же положит этому конец? Кто же прервёт поток ошибочных высказываний в прямом эфире? Кто поставит точку на этой головоломке? Пора уже это сделать, друзья мои. Пора. У нас времени нет больше на это задание. У нас есть время, но на следующее задание. Которым нам уже надо переходить. Нам уже что-то нужно сделать сейчас. Неужели никто не может ничего сделать? Неужели никто не в состоянии, не способен справиться с этим заданием? Неужели ни у кого сейчас не работает голова? Я понимаю, вы устали, но надо собраться. Слушаю ваше решение. До чего додумались? Из четвёрки можно сделать ноль. Кто вам такое сказал? Что из четвёрки можно сделать ноль? Что за глупости? Как это можно сделать? Одной спичкой? Одной? Одной невозможно. Как ни крутить их? Или что, вы эту спичку несчастную разломали на три части? Вам, чтобы из четвёрки получить ноль, нужно одну переставить. И две ещё спички добавить новое в это задание. Но где сказано, что тут нужно добавить две спички? Тому, кто не будет ничего добавлять, назовёт непобедное решение в программе. Я готова вручить уже 13 тысяч рублей. Сразу же на полторы тысячи рублей я увеличила сумму моего заработка. Ваше решение, говорите. Алло, давайте спичку с пятёрки поставим на ноль. Спичку с пятёрки на ноль. Вы зачем полезли в ответ, уважаемый телезритель? Вы зачем смешали спички цвета спичек? Так не делается. Нет, друзья мои, так дела не делаются. Ответ неприкосновенен. Это священная, неприкасаемая, неизменная зона, с которой не надо ничего делать и ничего предпринимать. Только в левой части должно произойти изменение, конкретное изменение, которое приведёт вас к ответу именно 50. Зачем исправлять то, что не нуждается в исправлении? Зачем исправлять то, что заведомо правильное? О том, что правая часть правильная, даже указано у вас на экране. Смотрите, вот самой задачи. Вот тут ответ, чтобы ответ был равен 50. Так там написано. Гласит. Это предложение. Всё же у вас перед глазами. Почитайте, пожалуйста, всю информацию, которую у вас на экране. Читайте это всё. Чтобы потом не возникало каких-то вопросов. Чтобы потом не звучали в эфире ошибки и ошибки. Ведь только из-за невнимательности. Я знаю, вы прекрасно разбираетесь в математике. Я знаю, вы знаете, что спичка. Слушаю ваше решение. Алло. Кажется, что восьмёрке надо на девятку спичку переставить. Нет. Ну, кажется-то кажется, быть может. Но ответ не принят. С восьмёрки на девятку – это просто догадка какая-то. Мы просто попытались догадаться. Попытались попасть пальцем в небо. Но в итоге ничего не получилось. Вы ничего не угадываете. Прошу вас понять в такую вот вещь, что это не шоу, где нужно угадывать. Действовать на обум, как придётся. Это шоу, где нужно работать своей головой. Вот за эту мысленную работу вы можете заработать превосходную денежную сумму. Сейчас речь о 13 тысячах рублей. 13 тысяч могут достаться именно вам. И именно сейчас. Не потом, не позже. Зачем откладывать на потом то, что может произойти именно в эти мгновения? Зачем откладывать свою победу, свой успех? Зачем ждать чего-то? Чего вы надеетесь, чего планируете дождаться? Не знаю чего, но здесь может появиться просто ваш соперник. Конечно же, конкурентов у вас сейчас минимальное количество. Но я бы не советовала вам думать, что конкурентов у вас нет вообще. Что? Ваше решение, я слушаю вас. Давайте попробуем с восьмёрки взять спичку, поставить на четвёрку. С восьмёрки на четвёрку. Ну хорошо, с восьмёрки допустим. Правда, тоже не ясно, что, какую спичку взяли с восьмёрки. Там разные спички, можно с восьмёрки взять. И разные спички, цифры получатся в разных случаях. Ну вот поставили вы спичку на четвёрку, и это мне вообще непонятно. У вас буква там что-либо училась? Или что? Я таких цифр не знаю. Не знаю. Не принимается ответ. Я просто не понимаю, сколько же мне ещё ждать победного решения. Алло, ваше решение, говорите. Алло. Да. Надо из четвёрки сделать две единицы. Нет. Зачем? Что это за решение? Две единицы сделайте вы из четвёрки. Вы только увеличите левую часть задания. У вас станет 11 плюс 0, плюс 98, что уже понятно, больше. Больше, чем 50. Гораздо больше. Это даже больше, чем то, что у нас уже есть. Это одна была переставленная спичка, да, но к чему? Спичку надо переставить толково, с умом, со смыслом. Логичное должно быть действие. Пока в эфире я такого действия не слышала. Пока не слышала. Ведь в любой момент это может случиться. В любой момент здесь может появиться мой победитель. Здесь может оказаться лидер этого задания. Так кому же достанутся лавры победителя? Я не знаю, кому. Я не знаю. Я не в состоянии предсказывать, кому и когда. Я надеюсь, что это случится поскорее. Я хочу вручить эти деньги побыстрее. Ваше решение, говорите. Из девятки делаем ноль, пятерку убираем. Из девятки ноль, пятерку убираем. Ну сколько действий совершено вами, уважаемые телезрители? И что у вас получилось? Что-то странное. Что-то странное, непонятное. Четыре плюс ноль плюс, что, ноль восемь. Равно ноль? Равно ноль? Ответ не принимает. Ну это опять очередная ошибка. И продолжайте нарушать правила задания. Продолжайте. Я вам все объясняла, что нужно было делать. Я вам все объясняла. Я вам сказала, что нельзя ничего бросать. Ваше решение делитесь, пожалуйста. Ну смотрите, здесь девятку нужно совсем убрать. Да вот террас. Слушайте, кто-то хочет убрать пятерку. Кому-то девятка мешает. Тут, по-моему, уже все отсюда убирали. Все, что можно. В том-то и дело, что ничего нельзя отсюда убирать. В том-то и дело, что количество спичек в этом задании должно остаться неизменным. Неизменяемое количество спичек. Мы можем изменить сами составляющие. Скажем, одну цифру. Быть может, две цифры. Или знак с цифрой. Ну вот и все. Три возможных варианта по-разному можно здесь поступить. И одно решение из всех вариантов является правильным, является победным. Это то решение, когда в ответе получается 50. Уже ли никто этого решения до сих пор не нашел? Неужели никто этого решения до сих пор не увидел? Мне очень не хочется в это верить. Очень не хочется. Но что же мне тогда верить? Какие же мне тогда делать выводы, если я без конца слышу в эфире непростительные ошибки? Как мне все это воспринимать? И как это все понимать мне? Ну, видимо, мне придется еще подождать. Видимо, мой победитель немножко задерживается в пути. Я знаю, что он появится. Вместе с тем, несмотря на все это, я знаю, что победитель будет. И вы по-прежнему можете стать этим человеком. И вы по-прежнему можете здесь появиться. И по-прежнему можете победить в этой головоломке. Стать ее бесспорным лидером. И по-прежнему именно вам могут достаться 13 тысяч рублей. Но, друзья мои, у нас со временем, если честно, дело обстоит не очень хорошо. Я готова вас еще немного подождать. И я предлагаю вам действительно крупное денежное вознаграждение. Но вот времени у нас, если честно, уже в апреле остается. Если честно. Так уже прошла большая часть программы, как вы думали. И все это время большую часть мы потратили на поиски решения в этой головоломке. Я продолжаю вас ждать. Если есть у вас уже решение, так сообщите мне его прямо сейчас. Хватит откладывать на потом. Хватит сомневаться, хватит осторожничать. Ваше решение. Алло, здравствуйте. Здрасте. Из восьмерки делаем шестерку и все правильно. Ну, что значит все правильно? Что правильно? 4 плюс 0 плюс 96. Это будет 100. Так, 13 с половиной тысяч рублей за победный вариант. 13 с половиной тысяч. Я готова вас еще немного подождать, друзья. Но я не буду ждать вечно. Упомите, что мы уже стремительно приближаемся к финалу программы. Стремительно. И мне не вернуть назад, уже потраченное время. Его назад не повернуть. Я уже, я не могу все это. Ну, я ограничена в своих каких-то полномочиях, в правах. Я могу только ждать. Нет, я, конечно же, могу уже сейчас поменять это задание. Я не хочу так сказать. Это неправильно, потому что я знаю, что кто-то думал. Потому что я знаю, что кто-то старался, что кто-то кал. И нашел победное решение. Если я сейчас сменю это задание, то сгорят 13 с половиной тысяч рублей. И никто не станет богаче в этой головоломке. А ведь следующее задание будет еще сложнее. Я вряд ли смогу предложить за него сразу же 13 с половиной. За это задание я предлагаю сейчас 13 с половиной тысяч рублей. Так что пользуйтесь такой возможностью. Пока она есть, пока она актуальна. Я все еще здесь, я все еще с вами никуда. Пока не собираюсь уходить. Но у нас уже со временем проблема. У нас уже времени не совсем много, друзья мои. Мы действительно приближаемся к финалу. Я не знаю, что у нас будет со следующими заданиями. Успеем ли мы перейти еще к следующей головоломке. Но с этим мы просто обязаны справиться. Допустим, мы не успеем перейти к следующему заданию. Это не конец света. Но с этим нам нужно разобраться все непременно. Обязательно нужно это сделать. Итак, я жду вас. Я продолжаю вас ждать. Я надеюсь на вас. Я уповаю только на вас. Я верю в ваши силы. Вы всегда со всеми заданиями моими справляетесь. Я не думаю, что это задание должно стать исключением правил. Что это задание будет тем, кем никто не разберется вообще. Я не думаю. Я уверена. Вопросом вы разберетесь. Может быть, вам просто немножечко времени побольше надо. Хорошо. Хорошо. Я подожду еще. Я умею ждать. Это моя работа. Подожду. Только вам ждать я уже не советую. В общем, скорее всего, уже надо действовать. Слушаю решение ваше. Суперем спичку и ставим на пятерку. Нет. Нет, нет. На пятерку мы ничего не можем ставить. Пятерка в ответе. С четверки вы хотите взять спичку. Но что получится у вас тогда из четверки? Какая-то обкусанная четверка. Объеденная, прызанная. Тому, кто назовет мне грамотное решение. Я готова. Уже. 14 тысяч рублей. 14 тысяч. Предлагаю я за победный вариант ответа. Я, если честно, не предполагала, что мы так долго будем справляться со второй головоломкой. Ну, раз уж так получилось, что ж. Хорошо. Я готова предложить вам чуть ли не максимальную денежную сумму за него. 14 тысяч рублей. Дело в том, что нужно уже торопиться. Дело в том, что нужно уже пошевеливаться и поживее как-то все делать. Потому что мы уже чуть ли не в финале. Но когда мы уже выйдем в финал, я уже ничем не смогу помогать вам. Я уже ничего не смогу для вас делать. Но я и так уже, мне кажется, сделала для вас очень многое. Я вас очень долго ждала. Я вас ни разу не ограничила таймером. Вообще не стесняла, ни в чем не ущемляла. Даже не задумывалась об этом. Ваше решение делитесь. Я думаю, что нужно поставить спичку на 9, чтобы получилось 8. И зачем вам 8 там? А откуда эту спичку взять? Хорошо, поставить на 9. Но взять откуда? Почему опять не полный ответ? Почему так не конкретно и не точно? Уточняйте, пожалуйста, свое решение. Уточняйте. Делитесь своим решением. И из 4 делаем 11. И что? Это не все так просто. 11 плюс 0 плюс 98. Вы ушли за сотню. Мне не надо, чтобы 100 получилось. Мне надо, чтобы 50 было в правой части, в левой части тоже 50. Надо уменьшить левую часть. Зачем ее увеличили? Ну ладно, я подожду еще. Видимо, мне придется подождать. Что же я могу еще сделать? Сейчас сменится задание. Но может быть, мы даже уже не успеем рассмотреть следующую головоломку. Ведь она очень сложная. И там правила, которые надо объяснять. Очень подробно. У нас действительно на это как-то вряд ли хватит времени. Надо добить это задание. Надо. Нам нужно добиться результата. Я хочу вручить вам эти деньги. Поймите, но я не могу пока никому их вручить. Некому. Победного решения никто не назвал мне. Победного варианта никто так и не сообщил. А время продолжает убегать. Он продолжает свой бег. Независимо от нас. Независимо от того, каких мы добились результатов. У меня пока только один победитель в первом задании. И тому, кто назовет мне победное решение в этом задании, я вручу. Уже 15 тысяч рублей. 15 тысяч. Это максимальные деньги, которые я могу вам предложить. За эту головоломку. За победное в ней решение. Которое уже давным-давно должно было прозвучать в программе. Но я вас ждала, ждала и ждала. И теперь уже... Теперь уже времени у нас почти не осталось. Мы почти в финале. Практически. Но есть еще немного времени, конечно же. Но сейчас из этого времени нужно выжать все возможное. Все возможное. И добиться победы никто, пока никто не занял место второго победителя в программе. Почему вы думаете, что вы недостойны этого? Почему вы себя недооцениваете? Почему бы именно вам не победить? Особенно, если у вас есть победное решение. Я понимаю, что нельзя победить, если не знаете, как стычку переставить. Тогда, конечно же, можно расслабиться, если никак не получается. Но если уже получилось, если вы смогли, если вы додумались до этого, тогда надо уже сейчас оказаться в программе. Пока есть немножко на это времени. Когда время закончится шоу, смысл звонить? Не удастся уже позвонить. Так что, четверка, знак плюс, ноль, еще один знак плюс, девятка или восьмерка. Что должно измениться? Что во что должно преобразоваться? Цифра какая-то, две цифры, цифра со знаком. Так, чтобы в ответе получилось 50, так, чтобы только одна спичка была переставлена. Кто нашел эту спичку? Кто? Осуществило это? Ваше решение делится. Эту спичку с плюсом надо на четверку переставить. Плюса. Какого плюса? И на четверку почему? У нас два плюса. В левой части. Два. Так с какого? С первого, со второго. А из четверки, чтобы получилась буква? Слушайте, это математика. Это математическая задание. Должны получаться нормальные, полноценные цифры. За другой я не собираюсь вручать никаких денег. Если у вас, получается, нет цифры, то вы пошли не по тому пути. Я очень расстроена, конечно же, тем, что происходит в программе. Я ничего не могу сделать. Да, говорите ваше решение. Девять надо изменить на шесть. Девять на шесть. Ну, и зачем? Ну, и зачем? Да, вы уменьшили левую часть, но недостаточно уменьшить. Она все равно больше правой. Четыре плюс ноль плюс шестьдесят восемь. Все равно в ответе не пятьдесят. Ну, что, что будешь делать-то, а? Я уже не знаю просто, как вам объяснять. Как вам объяснить еще, какими еще словами сказать, что есть два условия, и нужно их соблюдать вот одновременно, вот в одно и то же время, сразу же. Одномоментно. Одну спичку переставить, и при этом, чтобы получилось в ответе пятьдесят, чтобы получилось равенство. Ну, как еще объяснить, я уже, ну, не знаю. Ты уже все слова использовала. Хорошо. Хорошо. Я дам вам направляющие. Мы не трогаем знаки. Мы работаем только с цифрами. Попробуйте изменить взаимно две цифры. Достаточно изменить только одну. Недостаточно. Попробуйте изменить взаимно две цифры. Какие две цифры? Чтобы в ответе получилось именно пятьдесят. Круглое. Я подчеркиваю, круглое число. Я не понимаю, что, видимо, ситуация слишком затруднительная, слишком такое двусмысленное положение задается. Я готов. На руку помощи ваше решение. Алло. Здравствуйте. А с четырех давайте на ноль поставим. Ну, вы изменили, конечно же, две цифры, как я и прошу, но не совсем те, потому что, когда вы берете спичку с четверки, у вас от четверки практически ничего не остается. У вас просто не получается другая цифра. А раз не получилось с цифрой, то речь уже не о математике. Снова неправильно. Я подожду еще. Хотя, хотя ждать мне уже особо-то нельзя. Долго я точно ждать не буду. Так что, уже заканчивается. Ведь вы понимаете, что мы уже вышли в финал. Вы это разумеете, что у нас осталось? Ваше решение делитесь. Рядом четверка, и надо еще единицу поставить. Рядом четверка, еще единицу. То есть сорок один вы хотите, да? Или четырнадцать. Ну так вы добавили две спички. Вы увеличили левую часть. Вы не изменили две цифры, как я вам сказала. Слушайте, я же вам не просто так помогаю. Я же не просто так содействую и способствую вам. Я же вам даже подсказку сейчас дала. Я даже направила вас. Работать надо с цифрами. Кто-то пытался изменять тут знаки. Да не надо на самом деле. Кажется, что действительно нужно задействовать знаки, чтобы уменьшить левую часть. Но нет. Достаточно изменить две цифры. Какие там? Вопрос в том, какие две цифры и как, чтобы в ответе у вас получилось число 50. Каким образом? Мы на поиске ответа на этот вопрос потратили уйму времени. Очень много времени потратили. И что касается времени, то у нас остались последние мгновения. И на поиске решения, и на то, чтобы появиться в эфире. Может быть, искать уже поздно. Может быть, думать уже поздно. Может быть, время осталось только на действии. Последние несколько мгновений шоу. Их уже можно пересчитать по пальцам. Шоу заканчивается. Я практически уже ничего не могу для вас сделать. А что сделать? Что вы хотите, чтобы я сделала? Как-то растянуло время программы, что ли? Нет. Это мне не подсело. Это мне не подвластно. К сожалению, программа закончится в определенное время по расписанию. Не допустите того, чтобы шоу закончилось без второго победителя. Без вашего появления. Слушаю ваше решение. Говорите. Здравствуйте. Я сделала их 4-0. И все получилось. Да? А что получилось? У вас получилось 98. У вас получилось 98. Это не все. Должно получиться 50 левой части. Я просила вас изменить две цифры. Изменить одну цифру недостаточно. К победному решению вы не придете, изменив только одну цифру. Этого мало. Надо изменить две. Какие две? Вопрос только в этом. Какие именно две цифры в левой части надо исправить? Взаимно одной спичкой. То есть с одной цифры вы берете, на другую ставите. С какой можно взять, на какую можно поставить. Пожалуйста, назовите мне логичное решение. Не время ошибаться. Сейчас уже нельзя это делать. У меня даже нет времени, чтобы обсуждать все эти ошибки. Даже на это нет времени. Время. Есть время вам появиться в моем шоу. Несколько мгновений. Используйте это время с умом. Будьте рациональны. Сейчас все зависит от ваших действий, от вашей решительности, от вашей настойчивости. Ваше решение. Говорите. Алло, с пятерки на ноль поставьте спичку. Ну хорошо. Взяли вы с пятерки. Что с пятерки стало? И почему из ответа вы спичку взяли? И поставили вы на ноль. Увеличилась у вас только левая часть. Но все не так. Ну все вверх тормашками у вас снова. Нет, ну так дело не пойдет, друзья. Я не знаю вообще, чем все это закончится, если подобного рода ответы будут продолжать наполнять программу. Шоу-то уже заканчивается. И уж сейчас-то нельзя допускать ошибки. И неужели мне нужно вот сейчас, в конце шоу, объяснять вам суть задания? Неужели до сих самых пор непонятно, когда уже сто раз объяснялось, и разными словами, и так, и эдак. И вы по-прежнему не знаете, как взяться за эту головоломку, вы по-прежнему не знаете, как за нее хватиться, с какой стороны подойти к ней. Но если по-прежнему никто не знает победного решения, то я не знаю тогда. Видимо, совсем сегодня все туго с математикой. Видимо, совсем устали, уморились, утомились за эту рабочую неделю. И может, погода на вас так действует. Я понимаю, унылая погода, да, еще. Еще весны и ждать, и ждать. Я понимаю. Ну, это 15 тысяч рублей. Друзья мои, 15 тысяч. Вдумайтесь. Так хорошо. Там окна зовет мне победное решение. Я готова вручить 15 с половиной тысяч рублей. 15 с половиной тысяч. Это последнее мое предложение, друзья мои. Я действительно вот сейчас сделала последний шаг навстречу вам. Я делаю это только ради вас и ради вашей победы. Мне нужен мой второй победитель. Мы очень долго думали над этой головоломкой. И мы просто обязаны добиться в ней результатов. Просто обязаны это сделать. У меня должен появиться второй победитель. Необходимо, чтобы кто-то унес отсюда 15 с половиной тысяч рублей. Несколько мгновений. Ваше решение, говорите. А давайте делаем из восьми три. Из восьми три. Две спички куда-то делись, куда-то запропастились. И 50 в ответе не получилось. Неправильно. Жду следующего. Нельзя ошибаться. Вы что, нельзя так ошибаться? Вот сейчас, когда вот-вот я с вами попрощаюсь, я не знаю, каких мы добьемся результатов, но я все еще надеюсь. Я все еще надеюсь на победное решение. Я могу только на вас надеяться сейчас. Потому что я исчерпала все возможные меры. Я даже вам дала направляющую. Я даже посоветовала вам не трогать. Найки проработать только с цифрами. Ваше решение. Алло. Тут надо спичку переставить. Из четверки сделать восьмерку. Я даже это не хочу комментировать. Из четверки в восьмерку я даже это обсуждать не буду. У меня нет времени на это. Нет. Я говорила, что изменить нужно взаимно две цифры. И если вы изменили только одну цифру, это сто процентов непобедное решение. Я говорю вам сейчас, заранее, что одну цифру изменить недостаточно. Надо изменить две. Взаимно одной спичкой переставленной. Ну, с одной цифры на другую. Ну, так с какой цифры спичку можно взять? На какую цифру спичку можно поставить? И какие две цифры взаимно изменить, чтобы в ответе получилось конкретно 50? Вот это круглое двузначное число. Ваше решение делитесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь надо спичку с четверки на девятку переставить. Во что превратилась у вас четверка? Когда вы взяли с нее спичку. Нет, ну я просто отказываюсь. Слышать такие ответы. Меня это возмущает и поражает до глубины души. Мне сейчас нужен только победитель, друзья. У меня больше нет времени. Если вы не знаете победного решения, даже не звоните сюда. Освободите дорогу победителю, но он все никак не может появиться в программе, потому что все хотят убрать, я не знаю, восьмерку, поставить спичку на четверку или взять четверки. все лезут в ответ, а победитель все никак не появляется тут. А победителю все никак здесь не появится. Да что же это такое-то? И я все никак не могу 15 с половиной тысяч рублей вручить. Времени кот наплакал. Времени нет у нас больше. Все. Закончилось, считайте. Считайте, шоу уже подошло к концу. И мне надо уже начинать с вами прощаться. Поймите, как только я прощусь, я отсюда уйду. И тогда вам уже не удастся мне позвонить. Все, тогда уже шоу закончится. Другая программа будет. Я не понимаю, вам еще какие-то подсказки нужны? Или чего вы еще ждете? Что еще должно случиться? Что еще должно произойти? Что еще мне сказать надо? Я уже все сказала. Я уже все объяснила. Я уже все вам поведала. И чуть ли не все карты уже раскрыла. Ваше решение, лео. Надо из восьмерки четверку сделать. Если еще хоть кто-нибудь из восьмерки будет четверку делать, я просто заканчиваю программу уже на этом. Потому что мое терпение тоже закончилось. Вместе с самой программой. Мы слишком много потратили всего на это задание. Слишком много. И так все не может закончиться. Без победителя мне не хочется уходить отсюда, но... Не могу же я вас затащить сюда силой? Не могу же схватить вас с воротника, сюда притянуть. Но вы еще можете со мной связаться. Пока я тут. Это кто? Ваше решение, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я нашел решение. Здесь девятки. Надо на ноль поставить. Будет 4 плюс 8 плюс 38. 50. Слушайте, я просто не верю своим ушам. Это победное решение. Наконец-таки. Как зовут вас? Виталий. Виталий, откуда вы? Из Нового ренгуа. К вам отправляется 15 с половиной тысяч рублей. Вы молодчинка и герой моего шоу. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok